МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Папа призывает представителей разных религий вместе осудить насилие. Обнародована ужасающая статистика о работорговле. Забавный интернет-сериал помогает молодежи задавать трудные вопросы. Все это и гораздо большее в Ромрепортс для России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войдя в зал, Папа поприветствовал своих хороших друзей, основателей Института межрелигиозного диалога в Буэнос-Айресе. Один из них – католик, два другие – мусульманин и иудей. Основу этой организации заложил сам Папа Франциск, когда был архиепископом в Аргентине. Все эти люди собрались здесь, чтобы участвовать в симпозиуме «Америка в диалоге. Наш общий дом». Они ставят своей целью найти способ донести ценности их института до каждого американца. Долгие годы они работали, чтобы добиться уважения к каждой религии и к ее представителям как к части творения. Папа попросил их продолжать работу, чтобы доказать, что религии могут сосуществовать. Он также пригласил лидеров церквей вместе осудить насилие. Кроме того, мы видим, что религии оправдывают злодеяния, такие как терроризм и разного рода насилие. Отсюда религии становятся виновными во всех этих поступках. Эти ужасные дела должны быть осуждены нами всеми одновременно и твердо. Важно также бороться с теми, кто отравляет сознание людей, разделяет и уничтожает мирное сосуществование. Папа поделился несколькими советами о том, как можно рассказать людям о хороших сторонах религии. Нужно делить с людьми не только надежду, но и боль. Идти вместе, заботясь друг о друге и обо всем творении, защищая общее благо. В конце встречи Папа поощрил собравшихся продолжать работать ради лучшего мира для будущих поколений. В 2015 году на Филиппинах Папа Франциск впервые осудил идеологическую колонизацию. «Идеологическая колонизация существует». Позже, во время пресс-конференции на обратном пути в Рим, он объяснил, что неправильно навязывать идеологию, которая идет вразрез с принципами народов. «Почему я использую термин «идеологическая колонизация»? Потому что они используют нужду людей как лазейку, проникают внутрь и пускают корни, внедряя идеологию в учебники для детей. Они не делают ничего нового. Так поступали все диктаторы прошлого века, навязывали свою доктрину». Далее Папа вспомнил, что во время последнего синода африканские епископы осуждали идеологическую колонизацию на их континенте. Иерархи говорили о том, что некоторые международные организации оказывают помощь в обмен на изменения в законодательстве, касающиеся контроля за популяцией или же разрешений на гомосексуальные браки. «Мы говорим о тех случаях, когда какой-то стране ставится ультиматум. Пока вы не внесете изменения в конкретное законодательство, вы не получите помощи от правительства или гуманитарных организаций. Именно это неприкрыто президент Обама сделал с Кенией». В Риме понтифик продолжил осуждать другие проявления идеологической колонизации, как, например, эвтаназия и аборт. «Главным пропагандируемым благом часто является ложное сострадание, которое представляет аборт как способ помочь женщине». Но больше всего жалоб поступало из Мексики, и папа осудил существующий порядок, направленный против семьи. «Сегодня мы видим, как семью атакуют с разных направлений, как она ослаблена и уже считается пережитком прошлого, устаревшей моделью. А закончится все это идеологией, которая будет разрушительно действовать на семью, ячейку каждого здорового общества». Об этом же понтифик говорил в своей речи в ООН в присутствии десятков глав государств, что если семья прекратит быть важной частью нашего общества, то невозможно будет защитить этот мир от войны. «Или даже хуже, болтовня, которая служит в качестве прикрытия для всех видов злоупотребления и коррупции, или для проведения идеологической колонизации наложением аномальных моделей и образов жизни, чуждых идентичности людей и в конечном итоге безответственных». Если одним из ключевых аспектов понтификата Папы Франциско является семья, то идеологическая колонизация – это один из ее главных врагов. Это объясняет, почему столько катехез Папы посвящено семье, а также, почему он провел сенот на эту тему, чтобы выяснить все проблемы и разработать план помощи современной семье. Папа считает семью одним из главных столпов, поддерживающих наше общество. Именно в семье мы находим первую помощь и школу, учимся жертвовать ради других и жить вместе, развиваясь в дружественной атмосфере. В течение семи дней журналисты из 18 стран и 5 континентов находились в Ватикане, чтобы исследовать церковь, как никогда раньше. Им был дан полный доступ, а также разрешены встречи с высшими должностными лицами Ватикана. Они рассмотрели, в каком отношении к церкви находится политика, экономика, финансы и биоэтика, а также, как Ватикан вовлечен в мировые отношения. Такое мероприятие проводится каждые два года в Папском университете Святого Креста, как способ вооружить журналистов подлинными знаниями о церкви в целом. Этот курс включает несколько конференций, встреч и работы в группах. Они участвуют в событиях церкви, которые возглавляет Папа. Как, например, сегодняшняя аудиенция, чтобы почувствовать, какова церковь на самом деле, как работает Ватикан как структура. Постоянно меняющиеся тенденции социальных средств массовой информации, которые ежедневно используют журналисты ради того, чтобы обнаружить истории и создать новости, один из самых важных вопросов. После встречи с секретарем Ватикана по связям с общественностью, участники нашли позицию церкви в социальных СМИ оптимистичной и многообещающей. Это был уникальный опыт. Каждый журналист мог поговорить с кардиналами, профессорами Папского университета, а также с пожилыми жителями Ватикана. Каждый из них прибыл в Ватикан со своими предубеждениями, полученными в родной стране, и получил решения или ответы на все вопросы и проблемы, которые интересовали. Мы часто говорим о США, об американской католической церкви, и в этой церкви существуют противоречивые отношения к Риму. Однако же ясно, что вот он, я здесь, приглашенный в Ватикан, чтобы улучшить ваше понимание Вселенской, универсальной католической церкви. И я думаю, что это экстраординарно. За эту неделю участники конференции присутствовали на общей аудиенции, а также на молитве «Ангел Господень», где они смогли лучше понять и рассмотреть того, на кого сейчас обращены взгляды всех верующих католиков. В мире 65 миллионов беженцев и переселенцев, половина из которых – дети. Каждую минуту 24 человека вынуждены оставлять свои дома, что в день составляет 34 тысячи человек. Смотрите далее. Знакомьтесь со священником, который спас жизни тысячам беженцев. Вы смотрите Ромрепортс для России. Его вмешательство стало решающим для спасения жизни тысячи беженцев. Он стал их ангелом-хранителем. Лодкам, которые затерялись в Средиземном море, казалось бы, нечего ждать спасения от береговой охраны. Но они еще могут попробовать дозвониться до этого эритрейского священника. В Ливии мой номер телефона был записан на стене одного из центров для беженцев, чтобы люди могли позвонить, если возникают непредвиденные обстоятельства. Однажды я получил звонок в три утра. Люди оказались посреди моря, потому что заглох двигатель лодки. Священник тут же созвонился с береговой охраны Италии. И благодаря ему помощь была оказана. Это случилось в 2003 году. С тех пор этот священник докладывает обо всех надругательствах и серьезных проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, которые рискнули своей жизнью ради лучшей жизни. В этой среде процветает работорговля и торговля донорскими органами. Европа тратит деньги впустую. Работоторговцы зарабатывают миллиард долларов в год. А Европа тратит свои деньги, чтобы дать приют прибывшим. Впрочем, безуспешно. Кроме того, чем больше вы закрываете границы, тем больше людей отправляете в их руки. Они организовывают все больше опасных и дорогих маршрутов. И они очень благодарны Европе за политику закрытых дверей. Наш собеседник видит одно решение – аккумулировать фонды для того, чтобы организовать гуманитарные коридоры и перестать тратить деньги на неэффективную отправку беженцев домой. Этот человек посвятил 10 лет своей жизни помощи беженцам, благодаря чему он был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2015 году. Об этом мало кто знает, но рабство в этом мире все еще существует. Согласно отчетам ООН и Международной организации труда, в настоящее время 21 миллион человек являются жертвами торговли людьми. Большинство из них – беженцы. 53% женщин принуждают заниматься проституцией. Об этой ужасающей реальности Анна Потце написала свою последнюю книгу «Работорговцы». Я помню сильно избитую женщину, которой надели мешок на голову и выбросили в мусорный контейнер. Ее много лет принуждали заниматься проституцией. Все знают об этих проблемах, но делают вид, что этого не существует. Анна Потце – генеральный секретарь организации «Нет работорговли». Эта организация освобождает женщин из оков проституции. Она благодарна папе за то, что тот часто высказывается против работорговли, тем самым привлекая внимание людей к трудным вопросам. В своей книге Анна приводит статистические данные о том, что только в Италии рынок проституции зарабатывает от 250 до 600 миллионов евро в год, а по всему миру торговля людьми приносит 32 миллиарда долларов в год. Сегодня работорговля – один из самых прибыльных незаконных бизнесов наравне с торговлей наркотиками и оружием. Торговля людьми буквально процветает в Европе, заняв первую строчку среди незаконных видов деятельности. Последние несколько лет множество разных людей, судьи, мэры, даже нехристианские религиозные лидеры приезжали в Ватикан, чтобы подписать обязательства против работорговли. Папа Франциск считает торговлю людьми одним из самых больших преступлений против человечества. Два года назад Папа Франциск был с визитом в Албании. Тогда свидетельства монашествующих и священников, живших под гнетом коммунистического режима, потрясли его до глубины души. И вот сегодня 38 человек, которые не смогли пережить пытки и умерли, объявлены мучениками и скоро будут биотифицированы. Из этих 38 мучеников последнего убили за то, что он тайно крестил кого-то. Перед смертью они кричали «Да здравствует Христос, царь!» Как в Мексике. Они говорили «Да здравствует Христос, царь!» «Да здравствует Албания!» «Да здравствует Папа!» Эту группу мучеников будут биотифицировать в Албании. Все они погибли за веру с 1945 по 1974 годы. В этой группе два епископа и несколько священников, францисканцев и иезуитов, а также четверо мирян, включая одну женщину. Один из мужчин сказал перед смертью «Я умираю невиновным. Я прощаю тех, кто меня осудил и убивает». Это говорит в пользу этих мучеников, а также священников, которые работали при коммунизме, потому что никто из них не искал отмщения у своих обидчиков. Пережив итальянский фашизм и нацизм, Албания 40 лет провела под гнетом коммунистического режима, который, казалось, окончательно стер их веру. Полное подавление веры привело к тому, что в 1967 году Албанию провозгласили первой атеистической страной в мире. Некоторых из 38 мучеников расстреляли, другие умерли в тюрьме или во время пыток. Однако, свидетельства говорят о том, что все они простили своих преследователей перед смертью, призывая имя Иисуса до последнего вздоха. Сколько христиан в мире подвергаются преследованиям в наше время? А. 50 млн. В. 150 млн. В. 170 млн. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ромрепортс на России. РОССИЯ Сколько христиан в мире подвергаются преследованиям в наше время? А. 50 млн. В. 150 млн. В. 170 млн. Правильный ответ Б. По данным за 2015 год, 150 млн. христиан подвергаются преследованиям или дискриминацией на религиозной почве в наше время. Чаще всего я использую приложение Spotify, потому что я постоянно слушаю музыку. Сейчас я все чаще пользуюсь приложением ForSquare. Оно помогает мне найти места, где поесть в Риме. Я пользуюсь Инстаграмом, Фейсбуком и Снапчатом, потому что это позволяет мне поддерживать контакты с друзьями. Я родом из Турции, поэтому для меня это важно. Во-первых, ватсапом, во-вторых, Фейсбуком и в-третьих, Снапчатом. Ватсап для разговора с друзьями, Фейсбук для того, чтобы поделиться фотографиями, рассказать, где я сейчас, а Снапчат ради забавных фильтров для фото. Я чаще всего использую мессенджер Фейсбука. У меня много друзей иностранцев, и это лучший способ связаться с ними. Очень просто. Это Дукат, виртуальная социальная доктрина католической церкви, выпущенная во время ВДМ в Польше. Она старается ответить на один единственный вопрос, что делать католикам. Кроме того, приложение знакомит пользователя с социальной доктриной церкви. Оно помогает людям организовывать группы, участвовать в дискуссиях. В приложении также есть вдохновляющие цитаты святых католической церкви, включая Иоанна Павла II и мать Терезу, а также Папы Франциско и Папы Бенедикта. Кроме приложения, была выпущена книга-предисловие, которую написал сам Папа Франциск. Там он говорит, что его мечта иметь целое поколение христиан, которые идут и рассказывают о социальной доктрине. Аматричи был красивым городом, полным художественных и исторических древностей. На этом веб-сайте вы можете увидеть, как город выглядел до землетрясения, которое началось в конце августа. А вот так город выглядит сейчас. Чтобы оценить ущерб, нанесенный конструкциям зданий, пожарные использовали роботов и дронов, представленных проектом «Традер», который специализируется в использовании новейших технологий на местах бедствий. Все снятые видео и фото помогут в дальнейшем реконструкции и восстановлению пострадавших зданий. Более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то переселился к друзьям или родственникам, а другим не осталось ничего иного, как ночевать в палатке. 295 человек погибло вследствие землетрясения, которое началось 24 августа. Итальянское правительство до сих пор пытается урегулировать положение. Жертвы трагедии получают множество знаков поддержки, включая обещания визиты Папы Франциско. Найти ответы на самые важные жизненные вопросы нелегко. Вот с чем столкнулся Джей в интернет-сериале «Спросите у Джея». Это история о молодом человеке, который начинает работу в интернете в качестве генератора ответов на случайные вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... В последнее вопрос. Герой понимает, что за этими вопросами стоят гораздо большие, которые не решить простым ответом из гугл-поиска. Искать ответы на такие вопросы нужно самим. Эта программа родилась в рамках францисканского университета в Стьюбенвилле в США. Цель проекта – поделиться католической верой, но в необычной манере. Мы осознали, что в католических СМИ и вообще в христианских программах очень грешат назидательством. Они любят давать прямые ответы на вопросы и проповедовать. А также там почти не встречаются притчи, нет повествования. Мы создали что-то, что, возможно, заинтересует подростков и молодых людей, ведь они привыкли видеть некую историю. «Посмотрите, даже реклама вам рассказывает о чем-то». Программа была полностью профинансирована университетом и снималась в Голливуде с помощью профессиональных режиссеров и сценаристов. Жаль, что часто христианские, в том числе католические СМИ, не работают на высшем уровне, и при этом они пытаются евангелизировать аудиторию, чересчур разборчивую в том, что они смотрят и как это сделано. Эта аудитория привыкла смотреть профессиональное видео с хорошим светом и звуком. Команда Боба Райса уже работает над новым проектом под названием «Что бы сделал Роджер?». Новый сериал можно будет посмотреть в следующем году. Смотрите в следующей программе. Мы покажем вам визит Папы Франциска в Ассизе во Всемирный день молитвы о мире. Все это гораздо больше в Ромрепордс для России. Редактор субтитров А.Семкин